На предприемстве Гомельбуд Материалы функционуют три основные цехи по вытворчасти блоков зяческого бетона, силикатной цеглы и минеральных плитов. А пошний вид продукции корыстается наибольшь высоким повытом на внешних рынках. Все лето предприемство повеличило свою присутность у таких краинах, як Украина, Польша, Словения, Словакия, Италия и Румыния. У огольным объеме вытворчасти доля экспорта омали 70%. Это значительно больше, чем в минулом году. Тогда, до прикладу, до замежных спожилцов поставлялся коля 40% у вырабляемой продукции. Мы выдерживаем конкуренцию. У нас есть все сертификаты, в том числе и сертификат так называемый ЦЕ по биорастворимости. Таких сертификатов, в принципе, не у всех есть производители этот сертификат. Поэтому мы вполне конкурируем со своей продукцией на рынках Западной Европы. До того ж Гомельбуд Материалы – активный импортер. Для вытворчасти тех же минеральных плитов – необходимый базальт и каменно-вугольный кокс, яких в Беларуси нема. Сыровину набывают переважно в Украине. Торшиня Державного мытного комитета Юрий Сянько означает, в первом поугодии этого года в уголе означается рост импорта на 20%. Экспорт взрос прикладно на такую жилишку. Однако складанностью о работе мытни это не выкликало. На дворот, час на оформление грузов скоротился. Это выник удосконаливания технологий. Мы не видим этой нагрузки чисто физически на своих сотрудников по той причине, что на сегодняшний день за счет определенных упрощений, за счет определенной автоматизации процессов, мы спокойно обработаем эти потоки. Здесь никакой абсолютно нагрузки мы не прочувствуем на сотрудников. Наша задача сегодня совместно с предприятиями смотреть, какие можно сделать еще действия, направленные на упрощение формальностей, связанных на оказание содействия по экспорту белорусской продукции. Старшиня Державного мытного комитета Республики Беларусь Юрий Сянько так само сустрелся с працованным коллективом предприемства «Гомель Будматериалы». Работники отримали отказы на пытание по оформлению мытных деклараций и перемешении товаров по размяжу. Дмитрий Котов, Яугин Макеенко, отель «Радио» компания «Гомель».